Итак, друзья, в предыдущем видео я очень подробно рассказал о том, как сначала валился, сначала рост доллара, потом упал в предыдущих видео. Я в это время находился на индексе РТС и очень активно заряжал позицию. Я думаю, что это и вызвало падение доллара. Мои такие действия по-другому объяснить просто невозможно. Если вы не согласны, напишите. Ну, а сейчас вы видите, значит, экспирация только что прошла, но вот сейчас откроются торги и как я словлю маржин кол. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Смотрите, у меня ситуация на текущий момент, процент использования ГО 483.76, свободно, минус 317 тысяч, а в наличии у меня 82 тысячи. Я глубоко нахожусь, ГО 400 тысяч, то есть у меня активов, грубо говоря, на 400 тысяч продано, а в наличии 82 тысячи 600 рублей. То есть пружина натянута до предела, что будет, как вы думаете. А будет следующее. При малейшем движении цены на фьючерс РТС вверх, у меня начнет зарабатывать маржин кол. Но, если цена пойдет вниз, то у меня проданные 17 фьючерсов РТС начнут приносить прибыль бешеную. И если цена упадет, скажем, на 500 рублей, на 500 рублей, то есть 121.610 останет 121.100. Вот до сих пор она упадет. Пятиминутный график, то есть за 5 минут я могу заработать 17 умножить на 500, это 8 тысяч пунктов. И один пункт, насколько я помню, там сейчас чуть ли не полтора. То есть я могу заработать 14 тысяч рублей, то есть вернуть все утраченное. Ничего не потеряно. Но, если цена хоть чуть-чуть рванет вверх, то у меня закроются вот эти позиции по маржин колу и тоже ничего страшного. То есть у меня зафиксируется вот эта сумма. Ну, чуть-чуть потеряю. Ничего страшного не произойдет. Давайте посмотрим, что произойдет после открытия торгов вновь. Ждем. И смотрите, что происходит. Сразу после открытия торгов 19.05 индекс РТС пошел вниз. А у меня минус 17. Все хорошо. Я ставлю заявки на покупки, чтобы закрыть эти позиции, ну потому что все равно маржин кол будет. Покупаю заявки на 2, но он пошел в отскок. Еще заявка на покупку. Брокер пока не закрывает. Я спешу зафиксировать, пока я в прибыли. Ставлю еще заявку на покупку. Он упадет. Видите, он падает. Брокер пока не закрыл позиции. Опа. Все. Одну зафиксировал. Посмотрите, какие сделки прошли после экспирации. Вот они. По 122.500 продано 26 штук. И продано еще 8 штук. Это опционы кол. Которые были проданы. 120.000. И там где-то глубоко внизу куплены еще 8 штук. Или сколько там. Теперь посмотрите, что с заявками. Вот они. Какие колоссальные суммы. Куплены индексы РТС 17 штук. Это на текущий момент заявки. В смысле сделки. И вот он. Посмотрите, что произошло чуть позже. Маржин кол. Я словил маржин кол. Вот как это выглядит в сделках. Вот здесь вот слэш П видите, да? Это значит, что заявки закрыты брокером. Принудительное истечение заявок. И у меня осталось 5 проданных фьючерсов на индекс РТС. Которые начинают приносить прибыль. Потому что индекс РТС падает. И ничего страшного не происходит. Вот у меня прибыль начинает расти. Уже вариационная маржа 2000. Несмотря на маржин кол. Сейчас уже процент использования ГО 142. То есть я еще нахожусь в ситуации маржин кола, грубо говоря. У меня ГО 116-117 тысяч фактически. А денег 82. То есть я с плечом хорошим. И это дает мне возможность спокойно жить. Сейчас я ставлю условную заявку. Нет, просто заявку. На покупку. Еще. То есть я хочу купить вот здесь. Да, вот. Нет, это стоп-заявку я ставил. Это я поставил стоп-заявку. Тейк профит и стоп-лимит. То есть если он будет валиться, то у меня будет, ну как бы, трейлинг стоп я поставил. Потому что здесь уже ничего страшного не происходит. Моя прибыль увеличивается. Маржин кол уже прошел. Значит вот, собственно, все. И вот сейчас он падает. И у меня будет срабатывать уже вот эта заявочка условная. То есть тейк профит. А вот здесь вот у меня стоит вот здесь тейк профит. Здесь стоп-лимит. То есть если она пойдет выше, то сработает стоп-лимит. Если пойдет ниже, то сработает тейк профит. И там я включил трейлинг стоп, о котором я рассказывал в недавнем видео. То есть смотрите, маржин кол прошел. У меня было продано активов, ну там ГО 400 тысяч. Сейчас ГО уменьшилось. Денег у меня практически не уменьшилось. Ну, не сильно, по крайней мере. То есть все зафиксировалось. Я напоминаю, что предварительно я получил 16 тысяч прибыли. Ну и здесь я, в общем-то, их в день экспирации потерял. Практически все. То есть у меня остается вот 2734. Это вот... Ну у меня было в начале недели, за неделю до того 82 тысячи. Ну вот так бывает. Посмотрите. Посмотрите. Вот он. Пересекли. Тейк профит. Цена пошла вниз. Но вы помните, что я сделал трейлинг стоп. То есть потихонечку опускается у меня заявочка, по которой будет сделка совершена. Сейчас трейлинг стоп, условная заявка в режиме расчета. Зелененькая. Ну давайте я еще ускорю. Там уже ничего интересного. Вот она идет вниз. И перестала идти вниз. Вот она пошла вверх. Вот она пошла вверх. Ну и я заранее могу сказать, что она закроется. То есть хочется, чтобы он пошел вниз, но не хочет. Вот она рассчитывается. Вы видите, да? Зелененькая. Чем дальше пойдет вниз, тем лучше. Насколько я помню, отступ от минимума у меня. Не то 200, не то 400 пунктов. То есть пойдет вниз хорошо, не пойдет вниз. Вот здесь вот зафиксируется. Итак, друзья мои, вы видели вот в последних видео о том, как бывает драматично развиваются события, когда в последний самый день происходит очень резкое движение на рынке. Что можно сделать, когда у вас ГО? превышено, выше всяких пределов. Как можно все исправить? Как можно все исправлять? Но пружина натягивается. И как это бывает? Ну, достаточно нервно, скажем так, или волнительно бывает. И вот в последний день я потерял всю прибыль, которую зафиксировал до того. Такое тоже случается. И в результате сегодня вы видели, как я словил маржин колл, и тоже ничего страшного не произошло. Ну, а что я могу сказать по итогам? Ну, в итоге там все-таки все немножечко улучшилось, и за неделю у меня получилось плюс 4 тысячи рублей. То есть, ну, в районе 2% плюс. Ну, конечно, немножечко пришлось поволноваться. Вот такие истории происходят на бирже. Я думаю, что комментариев будет масса. Будет масса людей, которые скажут, что я последний лох, что я неправильно все делаю. Ну, с удовольствием почитаю добрые советы о том, как надо делать. То, что я лох, ну, сказать, что делать. Вот, как могу. Не стреляйте в пианиста. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демятков Юрий. До встречи. Будет много интересного.